ТРАССА СТО ОДИН Приветствую в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Бензин в России может стоить 20 рублей за литр, если при этом курс евро упадет до 20-30 рублей. Сейчас европейская валюта стоит почти 90. Об этом то ли в насмешку, то ли всерьез заявили в руководстве компании «Лукойл». Там напомнили, что реальный ценник горючего – это всего лишь 29% от текущей стоимости литра, 20% – это НДС, 21 – акцизы, 30% – налог на добычу полезных ископаемых. ТРАССА СТО ОДИН Инспекторы ДПС в скором времени получат приборы для мгновенного определения у водителя состояния алкогольного опьянения. Об этом заявил руководитель ГИБДД Михаил Черников. Каких-либо подробностей о новых устройствах пока нет. Сообщается ли, что по функционалу они сопоставимы с алкотестерами, которые используются за границей? Изменятся ли при этом правила прохождения? О свидетельствовании не уточняется. ТРАССА СТО ОДИН Уже в 2024 году российские власти рассчитывают запустить первый участок трассы для беспилотных грузовиков. Начинаться он будет в Питере, далее Москва, Казань, Красноярск, Чита, Китай. Полностью автомагистраль должна быть готова к 2030 году. Авторы проекта утверждают, что экономия на грузоперевозках с помощью беспилотников будет колоссальной. Не надо платить, в частности, водителям, не надо останавливаться каждые 4 часа для соблюдения режима труда отдыха. Ожидается, что двигаться грузовики без шоферов будут по специальным полосам. ТРАССА СТО ОДИН Автомобили ФИАТ будут собирать в России, производство наладят на заводе компании в Калуге. Речь идет о микроавтобусе ФИАТ-СКУДА, который позиционируется как идеальный вариант для бригады рабочих. Правда, стоимость модели сейчас демократичной назвать нельзя. Минимум 2,5 миллиона рублей. Возможно, в дальнейшем предприятие будет выпускать и знаменитую модель Дуката. Ее грузовой вариант стоит в настоящее время от 2 миллионов 400 тысяч рублей. ТРАССА СТО ОДИН А Тойота представила хэтчбэк Аква второго поколения. Модель, цены на которую в Японии начинаются в переводе на рубли от 1 миллиона 300 тысяч, получила гибридную силовую установку. Она включает в себя полуторалитровый трехцилиндровый бензиновый мотор мощностью 91 лошадиная сила и 80-сильный электродвигатель. Трансмиссия вариаторного типа, привод передний. Возможно, однако, и полноприводная версия с небольшим дополнительным электромотором на задней оси. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова. До свидания. ТРАССА СТО ОДИН Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова